Приветствую вас, и мы описываем определенную ситуацию. Эта ситуация вызывает у вас негативные эмоции, связанные со страхом. То есть вы боитесь, но вы обед-таки не написали, а чего вы боитесь. До конца не написали. То есть вы просто пишите, что у вас все страхи и так далее в ноге. А чего вы боитесь, что вы не написали. Да, понятно, тяжелая ситуация с родителями, кризисная ситуация и так далее. Это все понятно, но чего опасаетесь вы, и совсем понятно. Далее необходимо сказать следующее. А в какой-то момент времени, когда вы сломали ногу, вы уже начали чувствовать, скажем так, страх? Или вы начали чувствовать страх немножечко раньше, немножечко дое, либо после? В какой момент у вас появился чувство страха? Это очень важно, чтобы вы ответили на этот вопрос. Понятно, что в переломе ноги нет ничего хорошего, нет ничего позитивного. Это все понятно, но мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вопрос, с какого момента у вас начался страх. А далее мы поняли бы с вами примерно следующее. Следующее. Если есть страх, значит можно и нужно выяснить его причины. Перевести страх в область рационала. Потому что сейчас он присутствует у вас в большей степени в магическом представлении. Вы его не осознаете. Вообще говоря, мы боимся, это именно как раз неизвестности. Потому что когда мы знаем, чего мы боимся, мы можем как-то этому противостоять. Возможно, у вас есть проблема относительно того, что вы не чувствуете себя сколько-нибудь полноценной. Из-за того, что у вас сломана нога. Но, опять-таки, если вы не можете полноценно ходить, то нужно вместо того, чтобы бояться, направить все свои силы на то, чтобы как можно быстрее обрести подвиженность. И тут важно проходить соответствующее лечение. Тут важно как можно быстрее направить свою энергию на то, чтобы минимализировать негативные последствия вашей ограниченной подвиженности. То есть, вы боитесь, у вас есть определенная энергия. Вы боитесь каких-то негативных последствий и так далее. Это понятно. Так, давайте попробуем обратить страх к себе на пользу. В том плане, что вот я чего-то боюсь, значит, я буду делать, чтобы страх ушел. Если я боюсь, что из-за моей сломанной ноги у меня будут какие-то проблемы, то я, соответственно, постараюсь, как можно быстрее ногу восстановить. А именно, буду более усердно делать соответствующие упражнения и так далее. Все это я буду делать, чтобы как можно быстрее комментировать негативный эффект от больной ноги. Можно направить свой страх на позитивный аспект. То есть, реализовать энергию, да, в позитивном случае. А можно проработать причину этого страха и понять, чего же, собственно, вы боитесь. И проработать именно это. Именно этот момент. Тут уже зависит смешительно от вас. То есть, от вашего выбора. В какую сторону вы хотите двигаться. Но вот так, в одном сообщении, помочь вам разрешить проблему, не думая, что реальны. Потому что вопросы страхов всегда обсуждаются в контексте со специалистом. Дело в том, что даже если вы сейчас сами для себя определили какие-то моменты, то они, эти самые моменты, достаточно условны. Вам стоит оказаться в ситуации, привычной для себя, когда вы привыкли к этому страху. И чисто ассоциативно вы будете испытывать его вновь и вновь. Потому что это на более глубинном уровне. И вам нужно менять не только внутреннее ощущение страха. Не только внутреннее понимание, так сказать, субъективную сторону страха. Но и еще, что не менее важно, изменять поведение. Изменять поведение относительно этого страха. Чтобы поведение было у вас другим. Чтобы оно тоже менялось. Ведь если мы сделаем, например, так, что вы перестанетесь чего-то бояться, то чисто по привычке, по интуиции вы сразу проносите негативное и деструктивное поведение. И тогда получается так, что все наши усилия, даже если они направлены на верный путь, будут никуда. И вы сами будете чувствовать, что у вас ничего не получилось. Это, конечно, не очень приятно. Поэтому нужно работать сразу в двух направлениях. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, то буду рад ответить на них. Пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, то сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен.